Всем привет! Меня зовут Вячеслав, я технический директор студии Siberia Live Streaming. Я расскажу вам, почему в нашей студии протокол NDI является основным стандартом передачи данных. Сперва вкратце справочная информация. NDI или Network Device Interface это открытый стандарт, позволяющий видеосистемам идентифицировать друг друга, взаимодействовать посредством IP-соединения для кодирования, преобразования, приема, потокового видео и аудиосигнала высокого качества с минимальной задержкой. А теперь перейдем к главным критериям выбора в пользу IP и NDI. Стоимость коммутации и монтажа, гибкость в работе, легкость при масштабировании, бесплатный набор SDK. Говоря о стоимости монтажа, достаточно вспомнить цены на разъемы и кабельную продукцию, которые разнятся в десятки раз. Стоимость 300-метровой бухты витой пары категории 5E находится в ценовом сегменте от 3500 до 4000 рублей в розницу. Это порядка 13 рублей за метр. Цена адекватного коаксиального кабеля начинается от 150 рублей за метр. Такая же ситуация с разъемами. Упаковка коннекторов RG45 обойдется вам в 500-600 рублей за 100 штук, когда как цена одного 75-омного BNC разъема может превышать 200 рублей. Разница в затратах существенная, даже не принимая во внимание стоимость инструмента для прессовки. Гибкость в работе обусловлена простотой в развертывании сетей Ethernet или врезке в уже существующую SKS. После простых манипуляций вы получаете готовый тракт с возможностью передачи потокового видео высокого качества, с высокой частотой кадра, имбедированным звуком в любую совместимую видеосистему или программное обеспечение. И все это с минимальной задержкой из любой точки сети. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я 10 лет работал с ПТС на технологии SDI. Сейчас я работаю в студии Siberia, которая построена на NDI. Какие минусы SDI я могу выделить? Когда при подключении заземляешь центральную жилу, с микшера идет напряжение, которое может ударить током. По этой же причине возможно выгорание разъемов. В таких случаях работать некомфортно и небезопасно, но ко всему можно привыкнуть. SDI кабель довольно тяжелый и ломкий, особенно при большой длине. Представьте катушкой из 150 метров кабеля примерно килограмм 12. После этого ходить в спортзал уже бессмысленно. Если не ставить промежуточный усилитель и репитер, сигнал затухает. Необходимо иметь дополнительные ресурсы для поддержания сигнала на достаточном уровне. Как вы понимаете, это влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание и покупку. Для сборки тракта необходимо большее количество технических специалистов и также требуется гораздо больше линий. Бывает и такое, что попадается некачественный кабель, когда решились сэкономить. И сигнал не проходит даже по метровому отрезку. С Ethernet кабелем такое тоже может случиться, но его найти легче. БНЦ-разъемы находятся очень близко друг к другу и быстро их переткнуть не получится. Теперь о масштабировании. Стоит помнить, что для отправки нескольких источников из точки А в точку Б нужен всего один несущий кабель. Витая пара или оптика. NDA-протокол является носителем не только видео и аудио сигнала, но и передает различную системную информацию. Например, сигнализацию тали или команды удаленного управления совместимыми устройствами. Причем все эти функции доступны и при удаленной работе с такими продуктами, как видеотранспорт от компании MediaLux. Неоспоримым плюсом является возможность впитать большую часть совместимых NDA-устройств по линиям Ethernet, используя маршрутизаторы с поддержкой PoE и PoE+. Касательно плюсов NDA-й – это компактность и удобство монтажа. В коммутатор приходит сигнал со всех источников, а на пульт всего один. Любой офис является готовым к работе с NDA-й, так как Ethernet-сеть уже проведена. Даже при использовании технологии SDA-й все презентации на конференциях я захватывал по NDA-й. Это проще и удобней. Для SDA-й требуются конвертеры, HDMI необходимо поделить и преобразовывать в SDA-й. А это уже два дополнительных устройства. В случае с NDA-й нужен просто патч-корд. Не забываем и об аппаратной части. Условием правильной работы локальной сети Ethernet является грамотный выбор активного оборудования. Мы используем маршрутизаторы исключительно уровня L3. Они имеют высокую пропускную способность, гибкость настройки и систему мониторинга сети. На текущий момент существует множество программных решений для микширования видео, которые имеют поддержку NDA. Это всем известные VMIX, Wirecast и многие другие. Но все же максимально NDA раскрывается при работе с программно-аппаратными решениями от компании NewTek. А именно линейка видеомикшеров 3Caster. Ну и также продукты австралийской компании BirdDog. Они создают отличные аппаратные решения, работающие с NDA. Это различные конвертеры, ПТЗ-камеры и программное обеспечение. В одном из ближайших видео мы подробнее разберем продукты компании NewTek и BirdDog. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, клацайте на колокольчик. Пока-пока.